В общерайонном субботнике также приняли участие студенты, депутаты городского совета, жители. О том, как общая беда сплотила славянцев, смотрите в следующем материале выпуска. На восстановление улиц вышли сотни славянцев. Студенты филиала Кубанского государственного университета к разбору поломанных веток и расчистке улиц приступили уже на следующий день после ЧАЭС. Все учебные корпуса и общежития были обесточены и лишены тепла. Сразу после случившегося в коллективе были сформулированы бригады по чистке завалов, поскольку наши территории обладали парками, насаждениями. Они, конечно, очень сильно пострадали, поэтому в течение вчерашнего дня вся территория, прилегающая к корпусам, относящаяся к нашему ведению, и городская территория, которая рядом расположена, была очищена. В районе автовокзала территорию ответок расчищали депутаты городского совета. Чем быстрее убрать завалы, тем быстрее и оперативнее специальные службы смогут наладить тепло и энергоснабжение, считает председатель совета Андрей Ракуленко. До тех пор, пока мы не наведем порядок, специальные службы не смогут разобраться со всеми проводами, не смогут разобраться со всеми коммуникациями. Для того, чтобы была подана и горячая, и холодная вода, для того, чтобы заработали котельные, нам сейчас надо собрать все ветки, которые мешают продвижению техники и специальных служб. На территории района продолжает действовать режим ЧАЭС. На вечер 23 января около 7,5 тысяч жителей остаются без света. Как ускорить подключение жителей района к теплу, воде и электроэнергии, обсуждалось на экстренном совещании при главе района. Представители служб доложили Роману Синеговскому о ходе устранения последствий ЧАЭС в городе и районе. Все высоковольтные линии Славенска на Кубани введены в строй. Включены все городские котельные и водозабор от основной сети. Все трансформаторные подстанции города введены в строй. Благодаря помощи жителей по расчистке поврежденных объектов энергоснабжения, электрики без задержек приступили к ремонту распределительных сетей. Идет подключение многоквартирных домов. Также продолжаются работы 25 бригад НЭСК электросети и Кубани-Нерго. Привлечено к работе 25 единиц техники.